Дальнобойщики Саратовской области вновь присоединились к массовым акциям протеста. Напомню, первая волна недовольства поднялась, когда стало известно, что владельцев большегрузов обяжут платить определенную сумму за каждый километр. Тогда готовность устроить забастовку выразили балаковские дальнобойщики. Сегодня новый налог уже начинают начислять, и водители большегрузов вновь устроили акции протеста по всей стране. Тему продолжит Елена Петрова. У ангельских дальнобойщиков точка кипения. Они одними из первых выходят на акцию протеста против нового налога на передвижение по федеральным дорогам. Десятки большегрузов собираются у завода металлоконструкций. Вопросов по оплате много. Самый главный, почему система работает так, чтобы дальнобойщикам было невыгодно. Электронный носитель, который должен считать каждый километр пути, направляет только на федеральные трассы. Пытался пробить, а он почему-то выводит все время на федеральную трассу, чтобы платить. Хотел от точки до точки именно пройти этими, а не пробивается он. Он не дает. Он дорогу показывает, именно выводит на федералку. Это на 100 километров дальше. Допустим, я могу пройти не федералкой, а он не дает. Сумма от проезда по федеральным трассам набегает внушительная. Сегодня тариф полтора рубля за километр пути. С марта он увеличится уже до трех рублей за километр. Дальнобойщики подсчитали, какие убытки понесут, и неприятно удивились. Ежемесячно на новый налог придется отдавать несколько десятков тысяч рублей. Это для всех неподъемная сумма. У меня, парни, трое детей, я их практически не вижу. Потому что, чтобы мне заработать, мне надо минимум в месяц проехать 10 тысяч километров. Это минимальный пробег. Чтобы я мог заработать, прокормить семью, задержать машину. С акции протеста колонна энгельских дальнобойщиков направляется в центр города. Но здесь их уже ожидают сотрудники полиции. У водителей забирают документы, аргументируя тем, что большегрузом въезд в центр запрещен. А часть протестующих вообще увозят в отдел полиции. Незаконное лишение свободы. Дальнобойщики, товарищи в беде не бросают. Акция протеста с городских улиц перемещается к отделу полиции. Здесь забывают о налогах и пытаются вернуть коллег на свободу. На крики протестующих выходит начальник отдела. И поясняет, водителей забрали за несанкционированный митинг. Поступила информация о проведении санкционированного митинга. Люди доставлены сюда. На основании этой информации будет возбуждена административная производство. По результатам которой, может быть, принято будет два решения. Задержанных либо привлекут к административной ответственности, либо публично им принесут извинения, заверил полицейский. А вот в Саратове акция протеста прошла довольно мирно. Здесь поначалу планировали перекрыть федеральную трассу, но передумали. Дальнобойщики говорят, за некачественные дороги, может, и платили бы, но за ямы не будут. Я уже 35 лет на Междугородке. Объездная Волочковская. Я за это. Хорошая трасса, хорошая, сделаны стоянки, все благоустроенные. Я за это платить, да. Она новая, но за старую дорогу, которую никто не сделал, ничего. Щебенку лопатой не кинули, они хотят за это деньги получать. Между тем, несколько дней назад депутаты Госдумы выступили с инициативой временно отменить новый налог. Правда, вряд ли эта идея придется по душе чиновникам. Министр транспорта России уже заявил, что плата за проезд по федеральным трассам справедлива. И здесь очень важно следовать тому, что в международной практике и в Европе, и у наших соседей, в Белоруссии, федеральные трассы давно уже являются платными для большегрузных автомобилей. Тот, кто наносит вред дороге, тот должен его и компенсировать. И как раз собираемые средства, аккумулируемые федеральным, региональным дорожным фондом, будут идти на развитие сетки этих дорог. Власти теперь намерены декларировать принцип «пользуешься плате», а потому отменять налог не собираются. Не исключено, что под давлением протестующих пойдут на небольшие уступки. Например, пересмотрят размер установленной пении.